Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня я хочу показать вам косметику, которую я собираюсь собрать в контейнер на неделю. Вообще, по-хорошему, нужно разобрать весь стол, но сегодня у меня нет на это времени. Это бы заняло, наверное, как минимум часа два. Поэтому я сегодня сниму облегченную версию. Соберу такую косметику, которой буду пользоваться неделю. Конечно же, в нее войдут средства, которые у меня есть в Project E-Penny. Но мне хочется их чередовать с чем-то еще. Я понимаю, что, возможно, это затянет мой проект, но в то же время очень сложно пользоваться только какими-то одними продуктами долгое время. И тем более, что у меня появилась новая палетка, которой мне тоже хочется попользоваться. С тональными средствами более или менее все понятно. Я, как обычно, буду убрать вот этот вот от Fenty матовый в 120 оттенке и смешивать его вот с этим вот хайлайтером жидким. Кстати, смотрите, более или менее он у меня пошел. Но также у меня есть еще пробник, который я взяла в Норструме. Корнера Шарл Тилбери. Это новое тональное средство с гиалуроновой кислотой. Не пожалел консультант, налил мне очень много этого средства. Это в номере 2, то есть второй от самого светлого. И у него такая формула, знаете, средней плотности. Я сегодня его носила. В зимнее время у меня иногда сохнет кожа на щеках. И вот на том месте, где у меня такая сухая кожа, он, конечно, подчеркнул шелушение. Поэтому я продолжу пользоваться. Хочу хотя бы пару раз еще поносить прям полноценный днем и с маской, и без маски. И посмотреть, как он будет себя вести. Но пока что я не уверена. Но все равно я очень хотела попробовать. Потому что и запуск такой был довольно громкий. И Шарл Тилбери все-таки такой один из моих самых интересуемых у меня брендов. Поэтому буду пробовать на этой неделе тон от Шарл Тилбери. Далее кремовые румяны. Я решила к Реа Бьюти оттенку Близз. Добавить еще вот такие новые для меня румяна от российского бренда Alien, который мне прислала Катя. Вот, кстати, сводч. Получается слева это Близз. И справа это Alien в оттенке 02 Шай. Конечно, оттенки очень разные. Поэтому интересно будет поносить. Хотя бы пару дней попробую поносить Alien и посмотреть, как они носятся. Как они наносятся и так далее. А этот все-таки я максимально часто использую. Но там совсем не видно, где вообще марка, где конец, где начало. Поэтому я не знаю, закончу я их до конца марта или нет. Но я стараюсь как могу. Бренд для фиксации, кстати, идет постепенно. Тоже его берем. Консильер у меня всего сейчас, кстати, один. Это мне очень-очень нравится. Формула прям с удовольствием пользуюсь. Но в то же время хочу попробовать тот от Dior, который вы рекомендовали. Туши, я думаю, возьму две. Одну вот эту новую. Вы мне подсказали это название Reluie. В общем, спасибо вам. И вторая это мини-версия от Fenty Beauty. Они немного разные, конечно. Сейчас покажу кисточки. Скажем так, они очень-очень разные. Потому что Reluie, она такая силиконовая. А Fenty, она такая не силиконовая, в общем. И там очень много туши на ней. И она вот такая вот скошенная. Возьму обе, потому что зависит от того, какой мне нужен результат. Все-таки я считаю, что это больше объемная тушь. А это больше такая удлиняющая, разделяющая тушь. Хотя она тоже объем не дает. Она, кстати, очень-очень стойкая. Лучше всего снимать средством для снятия макияжа с маслом, с каким-нибудь. В целом, мне она очень-очень нравится на данный момент. И огромное спасибо Кате еще раз за нее. Итак, я упомянула о палетке. И у меня новая палетка. Я ее в покупках уже вам показывала. Это седьмая Мазошеп или первая роза от Pet Magrat. И я ее накрасилась всего лишь один раз пока что. И так как она совсем новая, мне очень-очень хочется ее попользоваться. Я прекрасно помню, что у меня есть вот эта палетка, которой я сейчас пользуюсь для Project Pen. Но мне хочется хотя бы пару дней уделить вот этой палетке. Попробовать ее, как она носится целый день. И попробовать все оттенки. Возьму ее на этой неделе в мою косметичку. Но я также возьму и вот эту палетку, потому что здесь есть база по тени, которой я могу пользоваться. Относительно этой палетки, она совсем новая. Но я хочу вставить сюда вам свотчи, показать, показать макияж мой сегодняшний. С ней, потому что все-таки очень интересно, спрашивали. И у многих эта палетка в любимчиках. Кому-то она не очень нравится. Ну, в общем, если она у вас есть или когда-то была, то расскажите, почему она вам нравилась или не нравилась. И как вам вообще гамма. Мне лично она очень-очень нравится, потому что она такая, знаете, ежедневная. В общем, и мне кажется, это очень важный такой момент, потому что таким образом можно часто ею пользоваться. Палетка моя от Hourglass Mini, да, Ambient. Все-таки она мне постепенно идет, но очень-очень медленно. Несмотря на то, что рефилы очень маленькие, она настолько спрессованная, что иногда такое ощущение, что вообще ничего не происходит. Особенно с бронзером, хотя я на него, кстати, очень даже налегаю. Но в любом случае, в общем, эта палетка тоже пойдет на этой неделе в мою косметичку. Но мне хочется небольшого разнообразия с хайлайтером, поэтому я возьму вот этот хайлайтер. Я никогда вам его не показывала, потому что он недавно у меня появился. Я его не покупала. Мне его отдала подружка. Она, в общем, решила, что ей он не подходит, и она, в общем, мне его отдала. Вот такая вот щедрость, просто огромное спасибо. И здесь, в общем, оттенок номер 2. И это называется линейка Nude, я так понимаю. В общем, вот так вот он выглядит. Кстати, решила сравнить эти два хайлайтера. Это тоже Dior, тоже в оттенке 2, но это другая версия, в общем. И, в общем, я сделала свотчи. Так вот, значит, слева, получается, это вот, который вот мой, да, с мягкой упаковкой. И справа, это, который вот мне подарили. В общем, вот так вот они выглядят. Это на два слоя свотчи. И, получается, у них обоих розовый немного по тон. Но у этого нового моего хайлайтера, у него такие более какие-то такие сияющие частички. Когда у того, который у меня уже был, у него более такая мелкая, что ли, формула. Хотя она в то же время тоже очень сияющая. Ну, в общем, я хочу взять вот этот вот хайлайтер и хотя бы пару дней попробовать его на себе. Я думаю, с блесками, карандашами и так все понятно. Все, что из Project Pen. Есть еще пара блесков, которые у меня просто там в карманах, везде разложены, чтобы я пользовалась ими как можно часто. Этот карандашик, вы мне, кстати, подсказали, что его не нужно точить, его нужно выкручивать. Это правда так. Вот, он полностью выкрученный. Я им, кстати, стала пользоваться как румяна. И он, в принципе, подходит, потому что он такой матовый и для губ иногда мне хочется больше увлажнения. Но, в любом случае, он очень медленно пока идет. Но самое начало только, ну, будет пользоваться. Наверное, особенно буду налегать на вот этот вот карандашик от NYX в оттенке Peekaboo Neutral, чтобы, в общем, хотя бы пару раз успеть его поточить. Но, кстати, вот с этим карандашиком у меня очень-очень даже успешная история. Я его точу и пользуюсь. Мне он очень нравится, потому что он очень-очень комфортный на губах. Он не слишком липкий и не слишком сухой. Просто какой-то классный. Вот это то, чем я прям пользуюсь с огромным удовольствием. И, наверное, даже буду скучать, когда закончится. Вот сделала сводч. Видите, такой увлажняющий, неяркий, как будто бальзам, помада. В общем, классный-классный такой карандашик. Ну, и блеск от Fenty. Он у меня примерно его вот столько. Я, кстати, думаю, что не знаю, как я его смогу закончить, но буду стараться. Также он у меня идет в мою недельную косметичку. Также вот этот вот загибалка для ресниц, как обычно. Продукты для бровей вот такие вот у меня будут. Кстати, Rea Beauty потихонечку идет. И вот потихонечку, в общем, я там во втором оттенке выемку тоже делаю. Но, в общем, регулярно пользуюсь. Знаете, хочу вам признаться, мне так сильно хочется накраситься вот этой палеткой. Вот хотя бы один день. Вот почему-то мне так, так прям эти миссияшки эти прямо снятся. Вот настолько мне хочется просто вот этих вот хлопушков на себя нанести, что я решила, что я разрешу себе и один день в неделю сделаю макияж с этой палеткой давить. Потому что, ну, посмотрите, как раз та. Прямо вот, вот знаете, прям думаю о ней. Поэтому я думаю, что раз в неделю я на этой неделе сделаю с ней макияж. Ну вот, добавлю сюда еще кисти. И будет у меня, в общем, вот такой вот недельный набор косметики. И я надеюсь, что мне будет и приятно ее пользоваться, и в то же время я буду работать над своим Project Pen'ом и пользоваться косметикой, которую планирую закончить. В общем, пишите, какой косметикой вы пользуетесь на этой неделе. Что у вас самое любимое, к чему тянется рука, и чем прям хочется сильно накраситься. Это я на вот это вот намекаю. Хотя эта палетка тоже очень красивая, но она такая, знаете, более сдержанная. Я имею в виду, что вот это первая роза. А здесь прям такое сияние невозможно яркое. В общем, на этом буду заканчивать. Я надеюсь, что видео вам понравилось. И я надеюсь, что у вас тепло в душе или на улице. Мы увидимся с вами очень скоро. И всем пока!